У одних возникают трудности в жилищном вопросе, другие испытывают сложности с оформлением инвалидности. Анастасия Лобанова написала обращение в онлайн-приемную Александра Хинштейна. Ответ пришел быстрее, чем она ожидала. Я являюсь мамой слабослышащего ребенка Лобанова Егора. Инвалидности по слуху у него нет, так как не слышит только одно ухо. Я обратилась к Александру Евсеевичу за помощью. Так как Егор активно занимается спортом и планируется весной участвовать в соревнованиях, занимается он спортом с детьми, у которых есть также особенности здоровья по слуху. Вопрос у Анастасии Лобановой удастся решить в кратчайшие сроки. На сегодняшней встрече ей подробно рассказали о том, какие документы необходимо собрать, чтобы сын для начала смог пройти врачебную комиссию. Хорошей новости ждали и родителей, которые беспокоились из-за закрытия молочной кухни. По этому вопросу в приемный парламентарий обратились сразу три человека. Существенные слухи пошли о том, что будет закрыта молочная кухня в городе Самаре. Соответственно, это очень беспокоит в связи с тем, что здоровье наших детей, естественно, для нас самое главное. Итог такой, что представитель нашего министерства здравоохранения присутствовал на встрече, который заверил, что будет сделано все, чтобы в Самаре молочная кухня сохранилась. Нередко к депутату Госдумы обращаются социальными и жилищно-коммунальными вопросами. Сегодня на приеме у Александра Хинштейна оказалась одна из самарских семей. Жители города проживали в доме по Самарской 109, который в 2015 году был признан аварийным и попал под расселение. Семье была предоставлена квартира из маневренного фонда в доме по Саранской 15. Но оформить право собственности на эти квадратные метры самарцы пока не могут, так как Савжин не передает квартиру на баланс городу, а жилье по Самарской 109 изъято по решению суда. Я, к сожалению, должен констатировать, что проект, который был начат в Самаре в 2014-2015 году под названием «Пять кварталов», не только не был реализован в итоге, но и привел к проблемам, возникшим у людей. В целом, я боюсь, что эта проблема касается не одной только семьи, и нам с руководством и города, и области предстоит выработать какой-то системный подход. Большая сложность состоит в том, что с правовой точки зрения все оформлено безукоризненно. Пока вопрос находится на рассмотрении. Семье были предложены варианты решения и поддержка со стороны властей. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.